Здесь покоится Херманис Адамс Крегерс. Он родился в Риге 25 сентября 1790 года. Его родители Готлиб и Каролина Крегеры. Учился под мастерьем у рижского бизнесмена Каминга в компании Фентон энд Ко. Работал в торговой фирме своей сестры Йоханны Гертруды. Участвовал в общественной жизни, был старшим общества черноголовых, докманом, а затем старшим большой гильдии и, наконец, членом рижского рата. Умер в 1856 году. Известно, и это есть в погребальных книгах приходов, что в склепе захоронено в течение времени 18 человек. Там, конечно, и сам Крегерс. Но первое официально задокументированное захоронение было в 1865-м. Это его дочь. Предполагаю, что тогда и возвели это строение. Вполне возможно, что до этого все выглядело проще. Но это догадка, потому что документов нет. Со временем здесь похоронены его два брата, а позже следующее поколение – четверо сыновей. Ремонт склепа начался этой весной, как его надземной, так и подземной частей. И сегодня была уникальная возможность спуститься по крутым ступеням вниз. Восстанавливать пришлось многое – и ступени, и потолок, очищать и штукатурить стены, провести обработку, чтобы стены не впитывали влагу и не появился грибок. Этим занимались польские реставраторы на средства Рижской думы. Это обошлось городу в 114 тысяч евро. Это такой маленький ценный элемент всего Большого Рижского кладбища, один из первых восстановленных склепов. У нас точно в будущем будут еще такие. И я надеюсь, что все вместе они создадут более упорядоченную культурную среду в центре Риги. Это обязательно понравится жителям. Уверенно прогнозировать, что все склепы мы восстановим – нет. Это абсолютно исключено, потому что их много, они сложные, и на это потребовались бы очень большие средства. Склеп не будет открыт на постоянной основе для посетителей, но на экскурсию в него все же можно попасть, согласовав это с Рижским агентством памятников. Галина Сладовник, Ивар Жипицкий с ЛСМ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова